Видите, какой чайник у меня замечательный, видите? Пока я разбирала сообщения ВКонтакте, короче, произошло вот это вот самое страшное. И я даже не знаю, с чем это можно сравнить, потому что самое ужасное в моей жизни это вот третий чайник, который я вот таким образом спаливаю. То есть мне надо обязательно, чтобы чайник был, ну, электрический, который включается, иначе я просто не то, что не слышу свисток, я его выключаю, чтобы он не орал на всю хату. А потом получается вот так вот. Я снова молодец. Вот так вот у меня начинаются новогодние праздники. Просто... Я, конечно, знаю, что родственники посмотрят этот видос, даже если я этот чайник ототру. Но, блин, подарите, пожалуйста, мне какой-нибудь другой чайник. Ну, вот это вот вообще-то не круто. Блин, ведь надо эту гарь-то оттереть, я просто не представляю, что с ним можно сделать. Вернее, что с ним можно сделать. Вот так вот, оставьте меня дома одну, да, оставьте вот так вот. 29 декабря сегодня. Заметьте, ребята, 29 декабря. Я хотела попить чай. А он теперь вот такой вот. Вот такой теперь чайник, видите? Короче, в моем доме есть зрители реальные, которые смотрят видосы. И я надеюсь, что вот этот запах, который сейчас витает везде по моей квартире и так далее, он до вас не дошел. Но если дошел, то извините. Я, честно, не хотела, чтобы вот так вот все получилось, потому что, ну, это какой-то кошмар. Я, считайте, перед праздниками... Очередной чайник вот так. Давай! Давай! А вот ты! Субтитры сделал DimaTorzok 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 что метро у нас открылось 31 декабря, и об этом очень сильно умалчивали в новостях, потому что я ни разу в жизни не видела и не была при том, как именно вот эта ленточка разрезается, как открывается станция. То есть я этого ни разу не видела, мне очень хотелось посмотреть. Но в новостях умолчали, потому что приезжал мэр и так далее, и тому подобное. И, к сожалению, я поехала только уже после праздников туда, потому что станция новая, она еще пахнет, знаете, как после ремонта такие вещи. Когда только-только ремонтируют комнату, запах такой, там такой же запах стоял. Единственное, что мне не очень понравилось, потому что перегон длинный и так далее. Ну, в общем, это не важно. Это все такое пустяковое, но прикольно. Для общего развития это интересно. Что еще? В данный момент я занимаюсь сигнами, потому что на своей странице написала целый пост по поводу сигн и так далее. Это отдельная тематика. Я думаю, что за два дня, за три, за четыре, хотя, в принципе, это я указала до 20 января, то, что все это длится, но я думаю, что затянется, потому что примерно 17 сигн я рисую где-то в 12 часов. То есть вы представляете себе, да, как какая-то работа, какая-то работа, какая-то нагрузка, так скажем. И еще случился такой очень странный момент. А 4 января мы отвозили нашего очень близкого одного человека в санаторий, и не доехав до него, мы очень сильно заблудились. За городом Ивантеевка. Там все действие складывалось, как в кино. Вы знаете, вот в кино так всегда происходит, что у вас, например, не работает навигатор, выключается интернет, выключается сотовая связь. На обычных фильмах еще заканчивается бензин, но тут без этого, слава богу, обошлось. То есть все в снегах, одна колейка, одна дорога, и вы не знаете, куда ехать. У вас в одном повороте дороги расходятся, в другом повороте вы вроде бы движетесь по фонарям, и все отлично. Короче говоря, это было очень интересно, я очень люблю такие экстремальные условия, но нам потребовался этот час, чтобы оттуда вылезти, и в конечном итоге мы доехали до места, где джипы встали, и за ними ехал грейдер, чтобы их вытащить. И это был такой знак, что надо разворачиваться, короче говоря, и ехать обратно, потому что, ну, дальше, сами понимаете, дороги уже нет. Но это было очень круто, я очень люблю такие моменты, потому что в эти моменты ты понимаешь, что ты вот, жизнь, вот она, короче, перед тобой, и это очень круто. На этом, ребят, я думаю, что новогодний влог, вот такой вот детальный, который и что случилось, и что произошло, и как начался мой январь, я вам уже показала, и я думаю, что это видео я скоро загружу, и вы его увидите, вот. Я вас всех очень люблю, подписывайтесь на канал, и дальше больше, и дальше интереснее. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok